В Чувашии обновляются детские поликлиники. Не так давно снова заработал филиал городской детской больницы номер один на Афанасьево, что в столице республики. Что нового там появилось, расскажет Юлия Важенина. Мы помогаем детям расти здоровыми. Так звучит лозунг этой больницы. После пяти месяцев ремонтных работ филиал поликлиники вновь открыл свои двери пациентам. Вот только теперь больницу просто не узнать. Яркие цвета, новое оформление, не конечно же современное оборудование. Здесь многое изменилось. Но, пожалуй, самое главное – дополнительные штатные единицы. Раньше здесь работало лишь пять участковых педиатров. Преимущество данного филиала. Не было здесь кабинета забора крови. Приходили сюда к педиатрам, они назначали анализы, им надо было уходить на Ахазово или на Месимопалу. То есть теперь сегодня пациент, выходя из данного филиала, может сдать анализы, также пройти диспансеризацию. Кабинета здорового ребенка в этой больнице не было в течение последних пяти лет. Теперь помимо него появилось еще несколько. Физиотерапевтический кабинет, кабинет забора анализов, ультразвуковой диагностики, массажа. Внедрили и новую систему профилактического осмотра. Самое главное, что вы сейчас слышали, удалось организовать, пусть на не очень большой территории, но профилактический медицинский осмотр здесь, на этой территории. Конечно, удобно, когда мама, заходя в один кабинет, раздевает ребенка, к ней подходит сначала один доктор, невролог, например, ортопед сегодня вы видели, хирург, окулист. И один доктор посмотрел и пошел заносить информацию, записывать в единую информационную систему. Мист статистика, компьютеры у всех подключены. Подходит, смотрит в это время другой доктор. Это очень сильно сокращает время, вот это прохождение диспансеризации. Контакт с больными детьми, поэтому удобно. Пока мы слышали только спасибо. От Чебоксарского залива и до Чандрова территория обслуживания этой больницы обширна. К ней прикреплены около пяти тысяч детей. Раньше были здесь педиатры, а к специалистам нужно было ездить на Ахазово. Сейчас они здесь рядышком, очень удобно. Мне нравится в этой больнице то, что она стала яркой. Пятимесячная Вика на массаж пришла в третий раз. И, как признается ее мама, уже виден прогресс. Нравится, ей очень нравится. Она такая активная становится. Но он все равно такой развивающий, укрепляющий. Но нам нравится очень сильно. Сейчас в больнице по-прежнему работает пять педиатрических участков. Но как только будут заселены новые дома в микрорайонах «Лайнер» и «Радужный», в больнице появится еще один. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Чувашии важен каждый. Под таким девизом в медицинской отрасли Республики проходит 2017 год. И главная задача, помимо прочих, которую сейчас ставят медики перед собой, увеличить продолжительность жизни жителей региона. Об этом говорили сегодня на межведомственном совещании. Оно прошло в администрации столицы. Министр здравоохранения Чувашии отметил, что в прошлом году удалось снизить смертные жители Республики из-за болезни системы кровообращения, новообразований, туберкулеза. Но в 2017 году люди все чаще стали умирать не от болезней, а от так называемых внешних причин. Случайных удуший, отравления алкоголем, транспортных травм. Ежегодно Республика таким образом теряет более 2000 человек. Настораживает и то, что за пять месяцев 2017 года в Республике неестественной смертью умерли уже более 800 жителей. Увеличилось и количество несчастных случаев с участием детей. С начала года умер уже 51 ребенок. Малолетняя Сергеева, 4 года, пошла в гости с отцом. В 11.30 ночи в гостях произошло убийство. Девочку убили. Тоже вопрос, почему так поздно отец взял с собой ребенка, пошли распивать спиртные напитки. Третья смерть ребенка, которая произошла в городе Чебоксары, матери стала плохо, потеряла сознание. Ребенок всю ночь кричал. Соседи слышали плач ребенка и не обратились никуда, то есть не попытались выяснить, в чем причина. В итоге ребенок лежа на животе, задохнулся и умер. Три с половиной месяца ребенку было. То есть здесь идет смерть от равнодушия окружающих людей. Трагические, страшные случаи. Понятно, что внешние причины были и есть, но постараться предупредить их – общая задача. Профилактикой травматизма и насилия должны заниматься различные ведомства и организации. В конечном итоге именно это поможет сформировать правильное поведение в обществе.